В начале очень важное уточнение ко всей нарциссологической теории, которая уже достаточно выстроилась. Не только благодаря кабинетным исследователям этого феномена, но и многочисленным блогерам, которые записывая свои любовные сюжеты с нарциссом, но если вот так вот суммировать, самые-самые разные каналы, я сейчас не буду их перечислять, вдруг мы приходим к очень простой схеме. Оказывается, люди с нарциссическим расстройством личности, они достаточно стереотипны в своих действиях, очень узнаваемы и в принципе ничего уникального там нет. Ничего индивидуального, уникального, потому что это определенная, выстроенная в лимбической системе и рептильном мозге структура. Структура, безусловно, травмированная. Структура в каком-то смысле социопатическая и в близких отношениях достаточно, как это сказать, травматичная для тех людей, которые приходят в жизнь нарциссам. И как правило, в начале они не просто приходят как обычные люди. Они не рефлексивны к своей необычности в своем большинстве. А если им сказать, я вычислил, а ты нарцисс, вы столкнетесь с такой яростью и с таким гневом. Вот и человека вы сразу отошьете, но будьте готовы, что будет эмоционально непросто. Особенно если вы успели привязаться к этому человеку, расположиться и воспринимать его как-то. Выделили, короче, фигуру из фон. Так вот, что в этой теории будет нового, исходя из моего и обобщенного исследования этого феномена? Вы обычно привыкли считать, что существует идеализация, обесценивание и утилизация. Вы слышали эти три этапа? И там есть очень важный момент. Идеализация. Назовем этот момент плато. Когда вы думаете, что вы еще идеализированы, вы еще нашли наконец-то человека, который понял всю вашу глубину, гениальность, необычность, то, что вы самое-самое или самый-самый. На самом деле, между обесцениванием и идеализацией существует этот этап плато. Что происходит на этапе плато? На входе во взаимодействие, нарцисс сделает скриншот вашего идеального образа. И этот скриншот является идеальной версией вас. И он действительно верит, что вы тот самый идеальный человек, который даст ему безусловную материнскую любовь, которой ему не хватило в детстве. На стадии плато это стадия может происходить неделю, две, месяц, иногда, может быть, даже полгода. Он идеализирует и идеализирует. Он получает и получает. И он, конечно, на этом этапе вас осыпает комплиментами, серпантином, конфетти, дарит вам подарки. Может даже раскошелиться на другой подарок. Но они на самом деле скуповатые люди на подарки. И они даже уровень подарков вербальных или, может быть, купить что-то, они очень четко, ну, как бы интуитивно знают. Они здесь не продешевят. Ну, они предполагают, что подарок это будущая инвестиция, что мама больше никогда не уйдет. Вне зависимости от пола, нарцисс проецирует на вас роль любящей мамы. На точке плато он понимает, что вы, блин, не его мама. И вы удрили ему мозги, что вы будете любить его безусловно. Но пока вы являетесь для него эмоциональным ресурсом, он будет оставаться с вами для того, чтобы собрать в досье количество аргументов, знания ваших слабых сторон, знания, то есть, а что такое аргументы против? Это, кажется, не моя мама. Это то, что вы реальны или реальны, не соответствуете тому идеальному образу, который он создал в своей голове на этапе делания скриншота. Когда он делает скриншот, вот фотографию с экрана, он помещает его внутрь и наделяет своими чувствами. А вы, блин, оказываетесь живая. А вам что-то не нравится. А если вы забыли там, если он забыл, ну, условно говоря, там, ребенка из садика забрать или купить молоко по дороге, а я же просил. Вот он, вы это высказываете, он терпит. Но на этапе Плато он максимально сдерживает гнев и ярость по поводу вашего несоответствия им же, сознанному, внутреннему, материнскому образу, который спроецирован, запечатлен на вашу фигуру, еще раз подчеркну, вне зависимости от пола. У нарциссов есть очень хороший признак, по которому на этапе Плато можно уже понять, что все закончится разрывом. Он говорит, я злюсь на тебя, но типа я остаюсь с тобой, я терплю тебя. Как только ты не соглашаешься, во мне скапливается агрессия. Они могут это говорить. Психологи их научили честно говорить о своих чувствах. И вы проникаетесь на этапе Плато, еще в большем к нему расположении. Надо же, ему не нравится, а он со мной. Ему не нравится, а он со мной. Ему не понравился фильм, который я предложил вместе посмотреть. Он злится, но он со мной. Смотрите, для нарциссов не важно, какую сильную эмоцию вы ему даете. Любовь, жалость или агрессию. Когда вы уже на этапе Плато, он собирает информацию, но продолжает реагирование на себя, брать, как энергию, которая направлена на него. Потому что энергетически внутри он пустой. Любой нарцисс это социофоб. Как до тебя что-то дошло, да? Ой, как красиво, Боже, когда вот так вот люди прям. Любой нарцисс это всегда социофоб, у которого страх сближения, страх открытости, страх заводить знакомство, страх подходить первым. Он в страх заинтересоваться кем-то, когда кто-то становится интересен. Он внутри себя понимает всю ложность, ничтожность всех вот таких социальных контактов, просто знакомство, просто комплимент, просто забота. Вот, он смотрит, где есть свободная касса, чтобы просто все это себе брать, ничего не отдавая взамен. Потому что если любишь, то ты просто делишься. Я люблю тебя, ты любишь меня. И мы не считаемся и не рассчитываем, кто там любит. И в какой-то момент вы, вы находитесь на этапе плато, и в какой-то момент вы замечаете, что вы даете и даете, вы заботитесь и заботитесь, удовлетворяете все потребности вашего любимого нарцика. А он уже не дает. Он вас исследует, он изучает, он находит косяки, он находит, где вы эмоционально не выдержаны. Сама психопатка, сама, может, да, сама, слушай, ты вообще нормальная? А, не вообще не бывает. Ты нормальная? Вот что ты так реагируешь? Вот что ты так смотришь? Понимаешь, и как бы ты на меня не смотрела, если я накаплю информацию, я это учитываю. Вот в этот момент она просто смотрела. Если ты скажешь, может, я что-то не так сделал, я скажу, все так, Анечка, не переживай. И так раз и пошел. Куда ушло твое внимание? Оно ушло ко мне. И в какой-то момент, смотрите, что на этапе плато совершает человек. Он пытается любить больше, он пытается инвестировать в эти отношения больше, он при каждом... Ну ты, наверное, ты на чем-то загрустил, да? Может, что произошло, что случилось? Нормально. Спасибо, что спросил. И ты понимаешь, что твою заботу взяли, но этот человек ничего, как ответный отпуск благодарности хотя бы, тебе не дает. А в какой-то момент, когда аргументов для сбрасывания со своего самолета свой ресурс достаточно, наступает стадия обесценивания. И вот на стадии обесценивания нарцисс начинает мстить вам за что? За то, что вы были на него, мама. И за то, что вся ваша любовь условна. И за то, что вы были нечестны с ним. За то, что вы манипулировали. За то, что вы пытались рулить им. На этом этапе нарцисс говорит, я не позволю, чтобы кто-то мной рулил. Я не позволю, чтобы кто-то указывал, как мне жить. Я долго терпел твой контроль. Что здесь происходит? Он сталкивается со своим механизмом внутреннего конфликта, между своей грандиозностью и своей ничтожностью, готовый терпеть все, что происходит в отношениях, лишь бы его оттуда не выбросили, не выкинули и так далее. Он готов это все. Да и тут он начинает вот эту так называемую плохую часть свою проецировать на своего визави, партнера, друга или кого-то. Мы уже говорили, что для нарцисса невозможно позиция на равных. Если он приходит как жалкий и в женщине включает чувство жалости, сострадания, типа отмою, обогрею и будет хорошим. Если женщина еще и хорошо знает о том, что кому-то не достало родительской любви. А вот я додам. Я и за маму, и за жену. Понимаете, она начинает его донянчивать. Его симптом в теплой атмосфере отогревается. И когда вы уже переходите на ты, он не способен к равностности. Для него это означает, что теперь он ролит ситуацию. И теперь, если вы не ролитесь, то вот все ваше лицо. Вот оно, вот оно все твое нутро. Вот ты все показал. А где ж твоя любовь? Получается, ты мне врала? Смотрите, вот это, то есть все, что было в нем, как его стратегия, сейчас проецируется на вас. Вы становитесь плохой. И он на вашем фоне, конечно, красавчик. Именно таким образом, благодаря вот этому любовному отогреванию, вот условно говоря, любовное отогревание похоже на что? Вот если представляете, у вас где-то там в какой-то, в подвале замерзло мусорный мешок, и замерзли, например, овощи какие-то. Ну, вы там хранили, и там вдруг в подвале холодно станет. Понимаете, овощи он присваивает себе, а мусорный мешок вываливает вам на голову. Ну, это его мусорный мешок. Если вы еще эмпатически открыты на этой точке плато, когда он изливает свою ярость, изливает все, он предупреждал, это меня злит, я едва сдерживаю себя, но я сдерживаю себя. И вы еще виноваты за то, что ему приходится себя сдерживать. Вот на этом моменте вся эта отогретая мусорная куча летит вам в голову. На голову. И поскольку вы в глазах его, самого любимого человека вашего, принимаете это все на себя, вы же диалоги, вы в открытости. Вы грязные стоите, а он красавчик. И тут приходят гениальные мысли. Гениальные мысли, которые приходят, может, действительно я нарциска. Может, я нанесла рану. Может, мне надо к психотерапевту сходить. Может, это моя травма. Вот. И вы берете все это на себя. Как только вы взяли это все на себя, у вас один путь здесь или становиться под душу, это все снимать. Вот. Под звуки русской народной песни это не мое. Знаете, такая песня. Это не мое. Вот. Или, если вам уже удалось впитать, так что вы просто с этим запахом ходите. Вам, конечно, нужна здесь помощь специалиста, который поможет вам с этим не своим разобраться. Утилизация и обесценивание это означает я обесцениваю, обесцениваю, обесцениваю. И вы принимаете, принимаете, принимаете тот мусор, который в нем был накоплен за время я за время всей своей жизни. Плюс последний сюжет. Самое интересное, что в ваших действиях действительно были какие-то поступки. Но когда вы уже просто смотрите, ну так, так вы говорите, блин, все, ты достал мне. О! Вот она, твоя истинная сущность. Я тебя достал, да? Может мне уйти? Да, может мне вообще уйти? Может мне сдохнуть, а? Попрыгать на могилке. Хочешь, на моей? Хорошо, все. Ладно, все. Он может обидеться, он может в ночь уйти. Не переживайте за него. Он прекрасно устроится ночь. Слава Богу, телефон есть, номера хостелов, номера нормальных девушек отличат тебя. Ему езди, переночил, а ты будешь ходить ночь. Куда он пошел? Ой, а как? Я же ужин разогрела. И ты сидишь такая, обвиняешь себя в том, что он голодный. Но он устроил свою драму, эмоционально зацепил тебя. Куда идет твоя энергия? Раз, если он хотя бы перед тобой, ты можешь как-то триггерить. Если он ушел, твоя энергия утекает в никуда, и ты разрушаешься. Ты разрушаешься. прощальное письмо нарцисса. Как это происходит? О чем нарцисс на прощание напишет вам, прежде чем вас забыл? Чаще всего это будет какое-то письмо. Как будто бы благодарность. Иногда. Не всегда. Если это крайний перверстник, то он вылет еще больше гамна добавит. Но если это скрытый нарцисс, а для скрытого очень важно перед самим собой быть хорошим, порядочным, благородным и чистым. Дорогая, я очень тебя благодарен за спасибо за сына, спасибо за дочь, спасибо за день, спасибо за ночь. И вы уже о, о, смотрите, он рефлексивный, он понимает, он ценит приятные моменты. И дальше вы едите все остальное дребедень, а в остальной дребедень куча упреков, обвинений. Если бы не ты, мы были бы хорошей парой. Я очень желаю тебе добра. Я надеюсь, у тебя все хорошо сложится. я очень благодарен тебе, потому что благодаря тебе я многие свои проблемы понял. Вот. За это время и там будет хорошее, но с плетением во-первых, обесценивание вас, а во-вторых, а теперь держитесь, девчонки, мальчишки, тех условий, приняв которые, он любимый все-таки к вам вернется. Правило номер один. Я об этом записывал отдельное видео. Если нарцисс возвращается, то только на своих условиях. И это были те условия, которые для вас были невыносимы, травматичны. И когда вы просили о том, чтобы так не делать, это был контроль, подавление, стирание его личности, вот, нарушение его границ, если ваш нарцисс еще психологически адаптирован, все, мама не горюй, если он психологически адаптированный нарцисс. И вы тоже посмотрели с десятка полтора видео по нарциссологии. Вот. Некоторые, я знаю, даже хорошие такие нарциссологи и блогеры, блогерши, которые одна, я знаю, свой канал назвал нарциссом в ход распрещен. Так и называется. Ну, блогер, я не буду сейчас о ней говорить, но название в этом смысле оправдано и я скажу почему. Потому что изучая нарциссологию, адаптируясь, они обучаются более тонким взаимодействиям. В тот век, когда с этой темой уже многие работают, многие могут идентифицировать на входе. Вот. Они становятся более утонченными и изощенными. Мы повторяем, да, то есть еще такой вещь, нарцисс, чтобы понять, о каких вещах, нарцисс социопат, поэтому он будет демонстрировать вам какую-то свою успешность. Он может говорить, у меня много друзей, у меня есть друзья за границей, я эмигрирую, поеду к ней. Нарцисс может делать после ухода от вас хорошие поступки, например, брать бомжей с улицы, отмывать, даже такие вещи случаются. Почему? Потому что теперь ему важно устоять в том, что он хороший, а это кто-то другой плох. Вот. Но они в этих действиях есть одна единственная вещь, не здоровая эмпатия, а подпетка собственной правды и грандиозности. На фоне той самой Анечки, которая причинила ему столько душевной боли. Поэтому в разных таких вот группах с обесцениванием мужчин или женщин как вида очень много нарциссов. Более того, есть еще такой вид очень интересный, и мне важно об этом сказать, как темный эмпат. Кто такой темный эмпат в контексте нарциссологии? Это тот человек, который продолжает разбираться с темой нарциссизма, будучи раненым от одного единства нарцисса. Он отыгрывает свою травму, накручивает людей, и их травмы заостряет. Вместо исследователей, исследователи тоже могут быть жертвами нарциссов, вместо исследователей, которые поняв, как принципиально работают, функционируют люди с нарциссическим расстройством, объясняют из жалости, сострадания и желания, чтобы кто-то в эти штуки не попал. Грань очень тонкая, согласитесь? Но в каком-то смысле это видно по интонации. Интонация наезда или интонация жалости показатель, что травмируют на видеозаписи, показатель, что это травмированный нарциссом человек, который записывая ролики о нарциссах, продолжает отыгрывать какую-то свою личную травму, усиливая тем самым травмы других людей и стигматизируя нарциссов как детей дьявола, нелюдей, инопланетян, которые пришли разрушить нашу цивилизацию, ну и так далее, всякого рода религия, конспирология, эзотерика и их помощь. Вот, и вот уже когда последнее письмо написано, вам прощальное письмо, я пишу тебе это письмо, чтобы поблагодарить тебя. Мне, конечно, было непросто и больно, но я многое взял. Большое спасибо тебе там обязательно будут вплетены в эту косичку якобы благодарности обесценивания тебя, ну в мягкой скрытой форме и тонко вплетены условия моего дальнейшего возвращения. Это письмо, ну как бы это уже вытряхивание мусорного пакета вам на голову. Если вы решитесь или облажаетесь, чтобы на это ответить, и как нормальный эмпатический человек вы так а, вот как, хорошо, вы решитесь начать писать ответ, запомните, уходит человек из вашего дома, смените замок. Если вы пишете пусть ключ остается у тебя, прости, поверь, и я тебе открою дверь, и все прощу, и никуда не отпущу. Как только вы напели эту песенку голосовым сообщением, все, вы облажались. Вы пойдете на следующий круг, он будет держать вас запасным вариантом. Почему он пишет письмо? Почему он пишет, и кому он пишет письмо? Он пишет письмо своему испорченному скриншоту, который испортили вы тем, что вы реальная, а не идеальная. Понимаете, да? То есть, была идеальная картинка, ну ты ж нормальная была, когда вы встретились. Ты ж говорила, что любишь, да? А любить это что, скажи мне? Вот они еще могут, да, да, это отдавать, 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 ничего не ожидая взамен. Если любишь, будь благодарна, что я принимаю. А когда мне достанет твоя любовь, или когда у тебя появится ответное ожидание, ну нет, а говорила, что любишь. Поэтому вы испортили ему жизнь, картинку, созданную им и наполненную ожиданием, что мама вернулась. Вступая в отношения с вами, нарцисс пытается завершить отношения с мамой, разорвав с ней контакт, потому что они у нее не завершены. Когда он проецирует роль мамы на вас, и уходя от вас, он пытается доказать, что я взрослый. Для нарцисса характерны такие слова. Я больше никому не позволю рулить моей жизнью. Подожди, дорогой, а кого ты имеешь ввиду, кто рулил? Аргументируй, покажи действия, по которым я пыталась или пытался рулить твоей жизнью. Партнерские отношения это же взаимные договоренности, взаимного компромисса. Но там этого нет. Если ты говоришь, давай договоримся, кто ребенка из садика забирает, почетным, кто понечетным, и вот он показывает такую штуку. То есть у тебя же времени полно, ты забери. Он не обязательства, да, у него там особые отношения со своими личными деньгами, он скупердя и трус, что он боится как только речь о совместном бюджете или равном вложении, то это для него просто шок совершеннейший. Вот. И смотрите, почему он не выходит на разговор. Потому что вы реальны для него, для его симптомов нарциссического, которые активизировались благодаря, что вы отогрели. Вы реальны опасны. Он трус и энергетически боится взаимодействовать с вами реальны. Проще написать прощальное письмо, которое вызовет его смешанные чувства и в то же время ощущение незавершенного гештальта. Гештальт не завершится. Что такое незавершенный гештальт? Вам что-то такое сказали теплое, странное, непонятное, с чем вы не согласны. И вам хочется рот заклеить. Особенно они или ожидают, или сразу блокируют возможность ответа. Поэтому если вас обесценили, если вам уже написали прощальное письмо, ну нафиг. Разбираться с этим трудно, но боль, возмущение, а может быть уже в нашем нарциссическом мире трезвое отношение к происшедшему сюжету можно вполне как-то ну отреагировать, поговорив с кем-то по душам. Мне хочется ввести еще один важный термин. В отечественной нарциссологии все нарциссологи открыли блокнотики и стали записывать. Я шучу, шучу. Смотрите, человек может с точки зрения диагностики вовсе и не быть нарциссом. то есть у него как такового нарциссического расстройства нет. Но видя, как люди эмоционально, сексуально, финансово используют других людей вокруг, как это происходит в голливудских фильмах, как это происходит в русских фильмах и сериалах, когда кто-то кого-то кидает на деньги, изменяет. Но я тебе изменила телесно, но душевно я люблю тебя. Вот это называется нарциссический бред, если вы эмпатически открыты, а что и так можно? То есть изменили телесно, ну а душевный человек, ну значит ну все прощаю, принимаю. Ты же не душевно изменил с ней, ты же телесно изменил. То есть мы принимаем их бредовые интерпретации, растворяя свою чистую здоровую психику с их нелогичностью, неэтичностью, неэмпатичностью, но поскольку слова составлены с точки зрения грамматики русского языка правильны, нам кажется, ну вот такое объяснение, ну что ж, если я люблю человека, придется им как бы согласовывать эти интерпретации, искать, ну воспринимать, если человек это принимает, значит его интерпретации принимают. Когда таких интерпретаций слишком много, они с экранов российского телевидения, они также из ютуба, из хороших фильмов, когда он, если вам нравятся фильмы про детективы, убийства, вампиры, ну то есть вот эти все штуки там, когда кровище, мясо, расчлененка, все, вы это все смотрите, и ваши этические стандарты, они как бы снижаются, то есть и вы тогда начинаете в речи проговариваться, ну он ее любил так, что не смог вынести измены, поэтому разрубил ее на четыре части, ну такая любовь, и так тоже случайно, понимаете, ваши интерпретации вплетаются психопатологией как вариант норм, и те люди, у которых хорошее воспитание, здоровая материнца, отцовская поддержка, но которые видят, что вокруг люди-то живут не так, в основном употребляют, используют и находят добрых лохов и лохинь, лохинь, да, какое слово, которые готовы принимать таким, как есть, прощать таким, как есть, ну они говорят, значит, надо просто искать лохов, которые за бесплатно прилетят в вертолете, нельзя называть слово голубое со вчерашнего дня, просто в вертолете, вот, да, покажут кино, подарят эскимо, вот, и в этом смысле, да, потом еще, знаете, такая вот, мужчина полигамный, мы мужчины полигамные существа, мы не можем долго фокусироваться на одном партнере, ну вообще, она в ходе, мы договаривались об этом, вот, даже я знаю одну женщину, она мне спрашивала, просто моя знакомая хорошая, говорит, вот я, сначала у нас было все хорошо, и через два годика он говорит, я только тройничком могу, чтобы у нас был хороший секс, нужно приглашать третью, и она говорит, у тебя уже есть кандидат, я согласна, если я тебя люблю, у тебя уже есть кандидатура, он говорит, ну да, то есть, он все это время прощупывал варианты, и потом ей принес решение, если любишь, значит, принимай, я говорю, прошло года два, мы не виделись, я говорю, ну что, ну говорит, ты тогда скептически хмыкнул, на то, что я согласилась, а я на тебя даже разлилась и обиделась, он ушел через три месяца, да, а возможно уже и оттуда ушел, то есть, поэтому, понимаете, когда мы любим, мы нашу самоценность и наши этические стандарты занижаем в пользу любимого человека, и иногда даже не говорим, чтобы не расстраивать, поэтому идеализация, плато сбора информации при кажущемся, то есть, ничего плохого не делает, просто наблюдает за тобой и в своем вот этом, как ты спортишь ему картинку, тиражизнь, как ты разрушаешь его любовь, вот как они говорят, обесценивание с прощальным письмом в конце, если не заблокирован, он ожидает, что вы ответите, как только вы ответите, вы с кем разговариваете, с его патологией, нездоровым симптомом, и дальше утилизация, когда вы просто труп в мусорном мешке для него, и вы именно так себя ощущаете, меня выкинули из жизни, он ушел, квартира есть, собака есть, двое детей есть, но меня нету, ни его нету, а он лучшие, вложенные в эти отношения части меня забрал с собой, и мне нечем больше любить, нечем верить и доверять людям, я пустая, я опустошенная, мне на себя, на детей сил не хватает, вот, поэтому так возвращаемся к прощальному письму, мальчишки, девчонки, не ведитесь на прощальное письмо, в нем шизофреногенные паттерны, я так говорю человеческим языком, противоречивые послания и задачи здесь, для нарца, застолбить аэродром на всякий случай, он заботится исключительно о себе, потому что если бы ему нужно было, ему дороги были эти отношения, он пришел бы и сказал, допустим, он такой осознанный нарц, просветленный нарцисс, мой сценарий включился, я вижу, как я тебя, как у меня в голове, образ тебя меняется на полную противоположность, я не могу, я выбираю быть с тобой, я прошу, пожалуйста, давай, может быть, кому-то сходим вместе, давай, вот я тебе честно говорю, я не хочу вести за этой болезнь, потому что это у меня уже будет пятый брак, и я узнаю, я понимаю, что женщины, мужчины, кто угодно, это просто объекты воздействия, там я, я хочу остановиться, я хочу быть с тобой, и я не справляюсь, не вытягиваюсь, сейчас я могу варианты сценария предложить, и вы, будучи девушкой психологически, без образования клинического психолога, вы скажете, ну давайте найдем психолога, давай походим на семейную терапию, как будет развиваться сценарий в таком случае, с большой вероятностью на 95%, вы будете ходить к этому семейному психологу, не важно будет мужчина или женщина, или ваш партнер нарцисс или нарциска, вот эта голодная нарциссическая черная дыра, пылесос, он вас уже выпылесосил, и сейчас он на этого психолога направит свое внимание и проективно идентифицировать его с мамой вне зависимости от пола. В какой-то момент вы почувствуете очень странное ощущение, как будто вы ходите на семейную терапию, на самом деле у вас поднимается какая-то волна ревности. Вы смотрите, что с психологом или с психологином такой добрый, открытый, да, такое, мне не хватает понимания со стороны людей. Иногда я встречаюсь с непониманием со стороны жены. мне кажется, что она чрезмерно требует, хотя я понимаю, что дело во мне. А вы сидите, слушаете, понимаете, что он сливает ваши семейные секреты, и он вас обесценивает под видом того, что он терапевтируется. проективная идентификация произошла. Мама теперь другая, не вы, потому что там тетенька или дяденька меня безусловно любит и ни в чем не обвиняет, ничего не требует. Денежки заплатил, получил любовь. И вы понимаете, что это какое-то чертов, ну, чертово колесо, что это какое-то, то есть я сейчас я, я сейчас девочка, а он нарт. Я сейчас в какой-то роли золушки, заморашки, которую принц бьет при другом человеке. Вот, когда они приходят на терапию в одиночку, такие случаи тоже бывают. Главный фокус внимания нарца по отношению к терапевту. послушайте о моих переживаниях и моих чувствах. И как только терапевт начинает, пытается вернуть ответственность ему за свою жизнь, знаете, что он получает? Как они обессонивают терапевта? Они говорят, вот, да, вот так вы с помощью психологии зарабатываете деньги на людях. Вот так вот говорил мне и Евмений, и Настя Каменская мне это говорила. Вот, вот я ходила тоже к этому, к Лобковскому, заплатила 50 тысяч, он мне в конечном итоге тоже сказал. Вот вы, ну, что, так кто из нас нарцисс, скажет ваш любимый нарцисс? Если он, конечно, перверзник, если он скрытый, он огорчится, разозлится, если уже пятый терапевт модный, отказывается кормить грудью и говорит, извини, открой холодильник, налей себе молочка из холодильника, подогрей из тебя холодное, неприятно пить. Понятно, так все непонятно. И он уходит и прячется опять в нарциссическую капсулу. Полученная энергия скачанная с терапевтов, с женщин, с мужчин, иногда даже с друзей, в какой-то момент в этой капсуле заканчивается и нужно искать кого-то, блин, опять кого-то искать. Он может даже регулировать, в этом смысле, зная свои циклы, он может длину плато регулировать. Они обучаются, да, чтобы не искать долг. Он может таким образом столбить на этапе обесценивания, писать такие вещи. Я по-прежнему тебя люблю в прощальном письме. Когда будешь готова, позвони мне, я тебе всегда буду рад. То есть, ах ты, тебе плевать, как я сейчас переживаю. Когда я буду готова, да никогда я не буду готова. я не собираюсь быть готовой, но если вы находитесь в соде, в любовной зависимости, вас эта мысль будет греть. Да, что если вдруг я захочу теплоты, не полюбившейся когда-то, то я позвоню. Позвоню. Мне есть, куда позвонить. Они так интересно цепляют людей, знаете, вот я знаю одну пару, которые развелись уже 4 года. Живут в разных городах. Она воспитывает троих детей. 4 года. Но у нее стоит штамп в паспорте, что она замужем. она говорит, понимаете, я всей своей душой понимаю, что бумажки ничего не значат. Я всей своей душой не встречаюсь и не интересуюсь тем. Но как будто бы мне если пойти и этот штампик убрать, это равносильно ну как будто бы себе в живот заткнуть нож глубоко. То есть и там действительно серьезный нарциссический случай. Девочки и женщины уже сама живет, уехала в другой город, воспитывает детей. Ну вот такие психики. говорю, понимаешь, что это у тебя глюк психики? Штамп в паспорте, если вы никто друг другу, и у вас нет какой-то вторичной выгоды. Там все уже по всему там. То есть если даже вопросы с имуществом эти вещи ведь можно разрешить. И существуют судебные инстанции хорошие, которые помогают. Да, вот там уже ничего не было, кроме штампика. Но это страшно. Это значит вы в союзе. И это значит вы продолжаете ждать. это значит вы помните начало хорошие моменты и совершенно игнорируете то, чем это завершилось. Понимаете, это очень мощный глюк мозгов. Помнить вот это начало и вычеркнуть из памяти хорошо было вот эти цифры. Ну вот поэтому как бы мой там моя открытие на сегодняшний день или как-то сказать, это не открытие, а закрытие темы прощальное письмо нарцисса. Здесь вот не ведись. Здесь мы напишем под заголовком не ведись. Вот оно завершено, но если есть какие-то отзывы, замечания, предложения, может быть, пожелания или вот обратную связь только не с позиции эксперта, а как почувствован вам сейчас, особенно тем, кто мне больше всего кивал и жестикулировал за кадром, как будто бы ты делала сурдоперевод для глухонемых. Подожди, 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 подожди. Только аккуратненько горит там огонечек. На самом деле мне казалось, что у меня уже это вообще в прошлом далеком каком-то страшном. А может быть, что плато потом чуть-чуть слил, потом опять на плато, так может быть, потому что 11 лет жизни как бы. Да. Ну да, вот если бы ты меня обнимала и как-то это ой, какой-то ужас. Слава Богу, никто не знает, как тебя зовут и кто-то такая, но скажи, пожалуйста, у тебя было расставание с Нарцем? У меня было 11 лет совместной жизни с Нарцем, да. И у меня наступил, видимо, уже такой, у меня вот был юбилей, все было здорово, прекрасно, я вот в этот период в работу окунулась, у меня и бизнес был, и работа, короче, я деньги стала, вышла в себя, и был день рождения, я себе закатила банкет, все, всех развезла, приехала домой, сижу, читаю инструкцию от подарка, он на полу лежит и говорит, ну, что ты там читаешь, умный, не умный, я не поняла, как за 5 минут я стою посреди кухни, рушь, что тебе от меня надо, он мне говорит, истеричка, и он пошел спать, я не понимал, я тогда не понимала, что происходит, я думала, я какая-то сумасшедшая, вот, но мне повезло, какой-то под конец жизни, я просто начала жить отдельно своей жизнью, под одной крышей с этим человеком, и когда он меня выгнал, мне опять же повезло, что меня выгнали, потому что, это я тогда была обижена, сейчас я понимаю, что я бы, наверное, даже и не ушла, вот это вот, я же три раза, два раза к нему возвращалась, вот с этим вот, то есть, расставаясь со мной, он мне говорил, я буду тебе помогать, но я не могу вынести, что ты вот так-то делаешь, ты вот это делаешь, вот, а когда я звонила соседке, они сидели с ней, придумывали, что она будет мне говорить, что у него там куча девок, ну, это, Господи, не вляпывайтесь в этих людей, я не знаю, у меня просто эмоции прям, все эти воспоминания, так, как сейчас. Скажи мне, пожалуйста, что-то уточнилось, да прояснилось, ну, я поняла, да, я поняла, что изначально, причем, когда мы расстались, то есть, я писала маме диплом, мама, наверное, не уходи туда воспоминаниями, сейчас что-то допрояснились, сейчас, ну, проплата, да, вот мы, наверное, на этом платье прожили это время, с какими-то переменами, да, там вот эти вот штуки, могут, да, вот хоп-хоп, причем, допустим, а вот у нас был такой период, я говорю, все, я не буду жить, ты употребляешь, он прекратил пить, и мне говорят, я пить бросил, а ты, а ты, я-то вот сделал, а где ты, я не понимала искренне, что мне надо такого сделать, в ответ-то, то есть, и такое ощущение, что он все время боялся мне что-то передать, ну, как бы вдруг он мне больше чего-то даст, вот это вот я прям услышала, я поняла, ну, то есть, вот прям так, очень много рассказано, окей, спасибо, еще одна реплика, и все, я буду заканчивать, батюшка, у меня такой вопрос, он как будто бы тянет на отдельное видео, наверное, вот эти вот тонкие различия между, нарциссами, эгоцентриками, и эгоистами, в чем различие есть? Это действительно тема, которая тянет на один вопрос, если я руководствуюсь принципом разумного эгоизма, я этот принцип проповедую, и придерживаюсь его, то я внимательен к тому, чтобы мне хорошо с вами, и вам хорошо со мной, если вы говорите, что-то душно, давайте я открою окно, даже если мне, ну, как бы не душно, ну, как бы, ну, да, давайте, давайте потише сделаем, а то громко звучит, хорошо, а вот давайте сегодня пораньше ничем, окей, если мне это неудобно, я говорю, я сегодня пораньше не смогу, то есть я договариваюсь, и есть у другого человека ощущение слышимости, что его потребности услышаны, разумный эгоизм, это постепенное сближение, ну, и это взаимовыгода, есть эгоцентризм, когда я забочусь о себе, во-первых, не прислушиваюсь к мнению других людей, не слишком внимателен к этому, ну, ну, как бы, ну, по крайней мере, не причиняю им моральный, материальный ущерб, ну, просто пришел, открыл окно, не спросил, например, да, и все как-то подзамерзли, потому что кому-то оно в душу было открыто, ну, кто-то подошел, закрыл, я говорю, Арина, что за округа, говорит, я прохладно, ну, то есть, я как-то, то есть, но я учитываю, что для другого это может быть иначе, такое разумное учитывание, и, просто, эгоцентризм, он сохраняет, я эгоцентричен, ты эгоцентричен, Даша эгоцентричен, и в наших эгоцентричности мы договариваемся, и понимаем, что ответ исключительно в договоренности, договорились, это такая, ну, больше про порядок и дисциплины, эгоцентризм, это про порядок и дисциплины в сообществе, мы изобретаем какие-то, или договоримся о правилах, и придерживаемся их, но мы как бы как отдельные существа, и третий момент, это нарциссический вот этот вот цикл, здесь я сфокусирован исключительно на глубинную потребность, здесь я сфокусирован на свои чувства, здесь я проецирую, если мне некомфортно, значит, с вами что-то не так, раз мне некомфортно, или с тобой что-то не так, здесь я не договороспособен, и здесь я заложник своей, своего вот этого сценария, идеализация, плато, обесценивание, и безжалостно выбрасываю из своей жизни тех людей, которые, может быть, три, пять, семь лет, были выгодны, но это бескомпромиссное, безжалостное вычеркивание, без возможности договориться, объясниться и расстаться мирно, понятно, что человек уходит, но человек выбрал уйти, не удержишь, ну, давай как-то завершим, давай как-то хотя бы на улице постоим, и пять, десять минут как-то, ну, какие-то же есть совместные дела, есть общие знакомые, где, для которых будет это печально, есть дети, ну, давай договоримся, что детям не будем авторитет друг друга сливать, нарцисс не дает этой возможности, потому что ему некомфортно, потому что ваше предложение, давай поговорим, он будет воспринимать, как попытка его контролировать, он не способен к равноснести, он не способен договориться, он лучше вам письмечко напишет, не прощай, чтобы оставить вас с этим недоумением, и наказать вас незавершённым гештальтом. Я понимаю, это в основном тема про нарциссов в личных отношениях. Например, если есть нарциссы на работе, особенно если в руководстве, ну, не 100% нарциссы, но у меня есть, например, такое подозрение, то из таких даже работающих отношений стоит выходить для собственной безопасности, или если там хорошо платят, но как бы есть вот это душевное такое отторжение, как бы, ладно, такой вопрос, может ли нарциссические расстройства у коллег или у руководителей повредить мне, как работнику, как человеку, в каком-то таком личностном плане? Если деньги, ну, хорошие платят, так как бы высшее, все засмеялись, да, 75-то и среднее, ну, как-то вот средний градус пополать. И я умею быть процессуальным, очерчивать границы должностных обязанностей, спокойно, уверенно, без истерик, говорить, что на переваливание какой-то работы, это не моя работа, и в принципе я готова ее платить, то есть выполнять еще 35 тысяч зарплате. То есть предъявлять спокойно и находиться в процессе без эмоционального вовлечения. То сосуществование возможно, то есть цена моего терпения. Ну, цена моего терпения. Ну, смотрите, нарциссы, как монстры из мультика корпорация монстра, они питаются человеческой испугом, страхом, неопределенности. То есть я могу сказать, а потом раз, документы в увольнении уже, то есть, тебя не пропускают туда и говорят, зайдите в канцелярскую принадлежность. Знаете, в хороших фильмах? Человек за коробочкой заходит. Вот. Поэтому, как бы, здесь я осознаю, что мне сейчас выгодно. И нигде я столько не заработал. У меня была одна знакомая, которая работала в очень высокопоставленном государственном учреждении в Москве. И она понимала, что находиться там противоречит ее совести и ну, деньги она получает, но это аморально, что она делает. Ну, то есть, участвую в этом государственном нечто. Сейчас ничего нельзя говорить, поэтому я общими словами, на самом деле, это все было во Франции или в Америке, я не знаю. У нас в России все зашибись. Вот. Так вот, смотри. Я спрашиваю, сколько цена вопроса. Она мне назвала цену, я не вправе ее судить или смотреть осуждающий. Она назвала цену своего унижения. Там не про нарциссическое, то, что это работа против совести, но интеллектуальное, требующие интеллектуального включения. Поэтому каждый раз на вопрос. Единственное, если уж я вынужден, вынуждена здесь находиться, я поняла, что я придерживаюсь правил и не вступаю в близкий эмоциональный контакт. То, как ты ведешь свои конференции, для меня очевидно, что ты умеешь это делать. То есть, ты держишься прекрасно в формате рабочих отношений. В этом есть плотность, некоторая конфликтность, нажим, но ничего лично. Если человек в состоянии это удерживать, обычно, смотрите, мы идем на работу и в семью, как в нашу группу, в нашу стаю, мы немножко расслабляемся. О, наши. Наши все подошли? Все наши. А почему кто-то не подъехал из наших, понимаете, если какой-то корпоратив? Вот как только происходит отождествление себя с вот этой группой или с этой стаей людей, я в зоне, то есть, эмоционально прикипел. Я в зоне эмоциональной безопасности, если среда токсична. Вот. Поэтому я здесь, мое внимание в то, что я был эмоционально запакованный, если нахожусь в эмоциональной безопасной пространстве. Сюда же входят токсичные родственники, сюда же входят близкие отношения, и если близкие отношения становятся токсичными, моя ответственность, если токсичит другой, постепенно свой комбинезончик эмоциональный, по крайней мере, на уровне сердечного центра, закрыть. Чуть-чуть начинать уже закрываться, по чуть-чуть, потому что резко будет больно. То есть, дело идет к завершению, вы уже в стадии обесценивания вот таких подколов. Ты что, больная, что ли? Понимаете, при этом нарцы прекрасно и красиво ведут себя на людях? Помните, все, чего я достиг в жизни, это благодаря моей дорогой супруге. Вот. Они прекрасны, потому что жена для нарцисса это атрибут его успешности. Это то, что подчеркивает его грандиозность. Поэтому то, что она красивая и сексуальная, мы это выпячем, ее прошлое прячем, не упоминаем, как в фильме глотать, да? Вот. И все. Как только она перестает быть атрибутом, ее просто выбрасывают или отправляют подальше, еще и компенсацию дают, и денежек за молчание еще. Подожди, сейчас, давай, давай. Идеализация платы и обесценивания это когда мужчина-женщина. И утилизация. И утилизация. А когда нарцисс родитель, какой-то родитель и ребенок, там не эта схема работает. Это. Когда ребенок маленький и беспомощный, если мама нарцисс, как правило, мама нарцисс это та, которая выкинула, задвинула в обесцени лопату. Если рождается мальчик, он в серьезной зоне риска. Это мой самый главный мужчина. Это ты, ты старший мужчина в семье. Такие все две штуки. Мужина рождается с комплексом чего, если он кого-то там полюбит, он как будто предатель мамы. Мама все сделала для него, мама вырастила. Вот, и поэтому как только он начинает выходить из зоны контроля мамы, как только он во всем ориентируется хотя бы на себя, уже не на маму, вот, это та же схемочка работает. Тогда уже утилизация происходит. Тогда она внимательно присматривается, вот, и теперь она понимает, что понятно. Родила, вырастила, а теперь он с этой лохудрой связался, и она начинает звонить своим подружкам, она начинает рассказывать, что на самом деле-то все вложила в него, то есть она делает так, чтобы он слышал в соседней комнате. Вот, и как бы в нем смешанное чувство. Часть привязанности к маме еще есть, потому что мамы-одиночки, как правило, ну, есть в них способность формировать сильную привязанность. А с другой стороны, ему уже по своим делам надо в эту жизнь идти, но чувство совести не отпускает. И она и вот здесь происходит расщепление мальчика, любимого сыночка на хорошего, то есть маминого, версию каков-то дает мама, и плохого, которому хочется в жизни чего-то своего, что мама не одобрит. вот он расщепился и и про него потом скажут, какой двуличный. Да. Да. И вот смотри, и что происходит у расщепленных людей, у них даже уже мама, ну, уже ушла из жизни, умерла. Ну, вот вы слышали, знаете, людей, у которых такая, что-то правильно показала. Люди скажут, что мамины программы работают от имени под ником, под никнеймом. Люди скажут, что и человек блокирует себя неосознанно, если нормы и ценности мамы каким-то образом не соответствуют тому, чего хочется ему. Вот эти люди скажут, люди подумают. То есть возникает то самое противоречие, а противоречие у человека в жизни не должно быть, чтобы поступать как-то. Он хочет этого? Да, это все происходит в голове, и человек воспринимает это как внутренний конфликт, а когда внутренний конфликт, то есть бежать или замереть, мы, как правило, зависаем. мы не решаемся, потому что цельного решения двигается куда-то нет.